Кто бы что ни говорил, а я считаю Half-Life один одной из лучших игр всех времен. И не просто так. В свое время эта игра перевернула жанр FPS игр, и показала всем то, как нужно делать игры. Движок игры, Gold's RK, для того времени был невероятно потрясающий, что позволило влиться в разработку игр многим людям. Благодаря этому движку появились такие игры как Counter-Strike, Team Fortress, Ricochet, Day of Defeat и многие другие. Half-Life это одна из первых, если не самая первая FPS игра с проработанным сюжетом, над которым работал гениальный сценарист-писатель-фантаст Марк Лейдлоу. Он признавал то, что вдохновлялся произведением Стивена Кинга, Мгла. Эта игра стала стартом успеха разработчиков Valve. Если бы не эта игра, то многое в этом мире бы не было таким. Киберспорт бы не развился так быстро, как и VR-индустрия, которую Valve активно спонсируют и продвигают. Не был бы развит гейминг на других операционных системах, таких как Linux. Valve активно работает над совместимостью Windows игр на других платформах благодаря Steam Proton и Vulkan API, графическая. Графическая библиотека, которая работает гораздо оптимальнее, чем DirectX и OpenGL. Также стоит отметить огромнейший вклад в ПК-индустрию, благодаря цифровой дистрибуции Steam, в которой любой желающий может купить различные программы и даже фильмы. Но естественно, Steam заточен под продажу игр. Также, благодаря Steam абсолютно любой желающий может выпустить свою игру в магазин и продвигать свое творение. Играть вам предстоит за молчаливого ученого, предположительно, немого, ядерщика-физика, которого зовут Гордон Фриман. Вы, работник в Черной Мизе в отделе «Аномальные материалы». Вы тот ученый, который сегодня будет в центре событий большого дня, ибо будут проводиться испытания с антимасс-спектрометром, в который наш ученый поместит особый кристалл. Надев особый защитный костюм, защищающий от внешних факторов, HEV, он отправится в испытательную камеру, туда, где все и произойдет. Поднося кристалл к антимасс-спектрометру, происходит авария такой мощи, что по всему миру открываются порталы в другие миры, и с этого начинается путь Фримена, ученого с монтировкой в руках. Стоит отметить вышедший в Steam неофициальный фанатский ремейк игры Black Mesa, который сделан на движке продолжения нашей игры, Half-Life 2 на движке Source. Знаете, я бы даже не хотел говорить, что это фанатская работа. Над ней работала невероятная команда, которая подошла к делу невероятно серьезно, просто невероятно серьезно. Пройдя Half-Life и Black Mesa вы будете ощущать то, что будто прошли две разные игры. Кстати, в Black Mesa даже актеры озвучки из оригинального Half-Life наняли. Также стоит учесть спин-офф игры Half-Life, которые были сделаны вместе с Gearbox, и это Half-Life Blue Shift. В этом приключении вам предстоит взять на себя роль охранника Барни Калхана, друга Гордона Фримена, того самого Барни, которого вы встретите в Half-Life 2. Также есть Half-Life 2 Opposing Force, где вам предстоит взять на себя роль Капрала Адриана Шепарда, военного отряда HESU, которые прибыли в Черную Мезу из-за аварии. Целью вашей будет найти Фримена. Также есть еще один спин-офф, который называется Half-Life, Decay, и это кооперативная игра на двоих человек, ибо придется играть за Джина и Калет, девушки, которые доставляли к антимасс спектрометру тот самый кристалл. Как закончить я не знаю, поэтому просто пока. Half-Life и Valve для меня это то, что я ценил в своей жизни игровой индустрии больше всего.